И все, привет, ребят, с вами Mr.Banker, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового обновленного корпуса, а именно ARESA. Сегодня мы протестируем его, протестируем его, я думаю, что даже на двух пушках. Попробуем сыграть в двух разных режимах и посмотреть, насколько лучше или хуже стал данный корпус после последнего обновления. Возможно, вы знаете, возможно, нет. Изменения коснулись овердрайва корпуса, соответственно, шар ARESA теперь летит значительно быстрее, и при этом дальность его нанесения урона, эти цепочки от шарика играют тоже дальше. Дальше. Посмотрим, насколько это все будет делать эффективно работать. Я очень сильно надеюсь на то, что мы увидим хороший дополнительный буст. Я скажу сразу, что играл на ARESA, наверное, два, может, три раза, да, то есть два-три боя я на нем сыграл, и, в принципе, остался доволен. Надеюсь, что сейчас на видеоролике мы тоже сумеем показать что-то интересное на этом замечательном корпусе. Первую пушку, которую я буду использовать с ARESA сегодня, это будет STRIKER. STRIKER с дистанционным подрывом, а вторая пушечка это будет у нас VULKAN с адреналином. И тогда мы на ARESA возьмем иммунитет от поджога, рассмотрим довольно здравую, интересную комбинацию. Что касаемо дрона, сегодня мы будем использовать ловкача, что на одной пушке, что на второй. Ну и по режимам я думаю, что сыграем сегодня TDM-очку и сыграем контроль точек. Два дефолтных, стандартных режима, в которых, я думаю, что проще всего реализовать эту комбинацию. Ну и посмотрим, насколько эффективно она будет работать. Давайте начнем с контроля точек, ну а потом уже в TDM-очке оденем VULKAN и с иммунитетом от поджога попробуем там тоже понаносить урон. В свое время ARESA VULKAN был очень эффективен. Ну и в принципе, как и любой другой летающий корпус, ARESA все-таки имеет большее количество здоровья и за счет этого можно дольше наносить урон по оппоненту. Поэтому эта комбинация должна эффективно работать и с новым шариком, возможно, открылись какие-то новые интересные дополнительные бусты. Ну а что касаемо страйкера, страйкер с дистанционным подрывом сейчас находится в отличнейшей мете и я считаю, что эта пушка отлично подходит для реализации любого корпуса, да, и за счет нее можно очень быстро и эффективно зарабатывать дополнительные овердрайвы за счет большего уничтожения противника. Закидывает нас на карту Йоркшир, будем стараться контролировать точки, выезжать с одной на другую и, соответственно, за счет этих захватов и дополнительных уничтожений оппонента выигрывать данный замечательный бой. Сейчас чуть потише звук сделаю, то у меня что-то танковый тут звук чересчур громко стоял. Ну и я смотрю, что у противника уже есть иммунитетики от... Не иммунитета, а устройство с пробитием, устройство с оглушением целых два и есть еще твинс с эмиэффектом. Но я надеюсь на то, что это не так сильно скажется сейчас, и мне не придется менять иммунитет мой от эми, и даже с этим иммунитетом мы вместе с вами сможем хорошо себя чувствовать. Ареса шар очень эффективно работает, понятно дело, в скоплениях, и нужно всегда стараться искать как можно больше танков, которые находятся в одном месте, дабы ваш корпус был максимально эффективен. ЦП зачастую это не сложно сделать, да, еще лучше, например, играть осаду, да, там тоже бывают очень хорошие скопления оппонентов в определенных зонах, и если вы, например, с шарика 2-3 танка зацепляете, уничтожаете, я считаю, что это уже очень и очень хороший результат. Также нужно не забывать, что от шара можно лечиться, можно себе дать дополнительную аптечку и плюс еще вылечить своих тиммейтов. В общей сложности это хороший бустецкий, при том, что скорость сейчас шара больше. Единственный минус это то, что шар запускается сам очень-очень долго, да, то есть у меня были такие моменты, когда я выпускаю шар и не успеваю просто дожить до того тайминга, пока он вылетит. Там, грубо говоря, где-то около секунды после того, как вы нажимаете кнопку и вылетает у вас шар, должно пройти времени. Ну и, конечно же, нужно еще на аресе с вот этим вот замечательным шариком, кстати, вот мы можем здесь запустить его, нужно стараться искать открытые зоны, на которых как можно дальше, чтобы ваш шар пролетел. Да, то есть, например, на таких картах, как Бобруйск тот же, да, то есть вы знаете, там есть такая дорога, да, но на многих картах она есть, да, то есть ищите ровную поверхность. И по этой ровной поверхности максимально большую дистанцию даете шарику, ну и, понятное дело, чем больше дистанции, чем дальше шар летит, тем больше шанс того, что вы уничтожите как можно больше оппонентов. Поэтому это очень эффективная вещь. Ну и вообще, в принципе, на больших картах, где есть, например, мосты, да, то же самое, да, карта мосты, там шоссе, да, где есть такие дистанции хорошие, да, то есть, ну и там тоже самое, там может быть пресс какой-нибудь, да, вы можете вот эту вот линию хорошую находить и за счет этого давать дополнительное хорошее количество киллов. Так, что касаемо данного боя, то мы вроде как довольно неплохо идем, уже 18 точек у нас под контролем, первое место у меня, пока что я запустил всего лишь один шарик. Но, вот, например, играя с ловкачом, да, я вообще не чувствую, что я играю на тяжелом корпусе, да, то, что я там медленно передвигаюсь по карте или еще что-то. И в последнее время я, ну, уже на практически всех вооружениях говорю о том, что ловкач это просто супер-мега-крутой дрон, с которым максимально эффективно можно играть в последнее время. Все-таки скорость в практически любом режиме дает вам дополнительную скорость, чтобы дойти до определенной нужной цели, да. А в нашем случае эта цель, конечно же, респаунд противника, а при респе противника там уже вы начинаете накидывать очень хороший урон. Ну, и чем быстрее вы до этого респаунд доходите, тем больше, соответственно, урона вы можете нанести. Так, пока что шарик я не заметил, куда можно выпустить хорошо так, чтобы он уничтожил, ну, хотя бы два оппонента. Но, вообще, нужно всегда стараться его как можно чаще выпускать. Чем больше вы будете выпускать, тем больше, конечно же, овердрайвов будет. Так, два оппонента стоит в центре, но я так понимаю, что если бы я выпустил бы шар, они бы очень быстро бы слились. Поэтому давайте, я думаю, что отправимся сюда вот на вот эту точку А и дождемся здесь где-нибудь оппонента какую-нибудь линию бы собрать. Вот, просто вот это единственный минус ЦП, да, то есть здесь противник довольно тяжело, довольно тяжело найти противника вот прям конкретной кучи. Да, то есть, например, тот же режим осады, я думаю, что в этом плане очень, очень хорошо подходит. Да, но мы сегодня его играть не будем. Возможно, если вам интересен данный корпус, мы сделаем на осаду обзорчик уже как отдельный видеоматериал. Так, по точкам вроде как более-менее у нас все пока что, в плюсах мы идем. Запускать здесь шар, ну, сомнительное решение, ладно. Оставляем, сэвим его пока что. Похотелось бы мне бы уже куда-то его впустить, что очень-очень долго он у меня держится. И с ним надо сейчас более аккуратно как-то действовать. Но, если, например, сравнивать Ареса и Мамонта, да, я бы, наверное, все равно отдавал бы свое предпочтение Мамонту. Потому что Мамонт сейчас является прям очень крутым корпусом. Но единственное, наверное, управление Аресом на мышке, да, оно более приятное. Да, то есть вы быстрее можете доплыть до нужной вам позиции. Но, в принципе, Мамонт, я думаю, что там особо сильно-то и по скорости тоже не уступает. Да, овердрайв Мамонта, вы знаете, насколько жесткий овердрайв Мамонта. Насколько круто, эффективно и грамотно можно его реализовать. Но не хочу я пускать этот шар на одного оппонента, не хочу. Вот просто хоть убей, я не хочу. Давайте вот, наверное, запустим сейчас здесь вот его. Вот так вот запустим, потому что я вижу, что здесь есть линия. И то, видите, я выпустил по линии и до нижнего танка мой шар не достал. Да, хотя у нас в игре произошло обновление, с которым дальность захвата вот этих лучей, когда выпускаете шар, стала больше. И, по идее, должен был я достать до того оппонента. Ну, как-то странно, странно. Всего лишь одного противника я уничтожил, и при этом я настолько долго держал шар. Поэтому я, как и раньше говорил, например, на Викинге, старайтесь никогда не держать долго овердрайв. Да, вот по итогу я держал его сколько? Минуты 3-4, да. И по итогу слил только одного противника. Одного противника я мог слить намного, намного раньше. И при этом там дать хп-шку, например, себе, тиммейтам. Да, и тоже как бы забуститься от этого. То есть, по сути, возможность вот этого самого хила и хила своих тиммейтов, это тоже очень хороший момент, да, которым нужно пользоваться, который нужно грамотно реализовывать. Ну, а если вы так долго держите овердрайв и после этого даете просто один килл, то, ну, понятное дело, что вы очень плохо владеете корпусом и не пользуетесь теми моментами, которые этот корпус вам дает. Но при этом у нас все равно 600 очков уже есть за катку, и это очень-очень неплохой результатик. Но надо еще стараться выигрывать этот бой. Противник уже скрутил точки до примерно нашего количества. Овердрайв, к слову, копится очень быстро. Я не знаю, честно, что там по таймингу, по времени, но вот видите, давайте быстро вот теперь уже овердрайв запустим. Ну и урона он крайне мало нанес, крайне мало, крайне. Да, то есть я, честно говоря, думал, что вот, например, с таким шариком запуском уже урончик будет очень неплохой по оппоненту залетать. Но, к сожалению, мы его сейчас таким не увидели. То есть нужно всегда очень сильно привыкнуть еще к грамотному запуску этого овердрайва, да. Порой это сделать не так просто, но я думаю, что если уж его зацепить реально четко в оппонента, и вот чтобы он сквозь танк пролетал, то я думаю, что там очень хороший урончик будет залетать в тумне. Так, у нас 5 минут уже прошло катки. Давайте пробовать. Вернее, 5 минут осталось кат. Давайте пробовать чуть больше уже акцентирую внимание не только на вражеском респауне, но и на точках. И будем уже, я думаю, что двигаться по диагоналочке красиво по ним, да. Вот такую какую-нибудь еще страекторию красивую выберем. Не будем стараться забирать, потому что противник что-то как-то не хочет сдаваться. Ой-ой-ой, хороший со страйкера выстрел. Залетел бомбический. Ну, страйкер хорош, да. То есть на любой пушке он показывает очень хороший результат. И тут, конечно, ничего и не скажешь. Викинг Гайзи, да нифига себе, она меня схавала. Очень быстро. Так, 40 точек у нас уже есть. 40 точек есть. 36 у оппонента. Пробуем сейчас забирать вот эту вот. Нужно шар куда-то выпускать, чтобы у меня под конец боя был как минимум еще один. Выпустим мы его, наверное, давайте через центр. Либо если наши тиммейты сейчас заберут, то поедем чуть-чуть дальше. Пробуем поймать противника. В куче. Так, вот там вот есть замечательный куполочек, но он уже пропадает. Давайте вот здесь вот просто вот так вот пустим. Пусть она по респу летит. Я чуть хп себе подбустил, но конечно такой себе, такой себе. Овердрайв, я надеялся хотя бы вот этого Круссельдера с Хауси. Порой, видите, вот за счет того, что очень долгий старт этого шарика, да, я думал, что изначально этот шарик будет залетать побыстрее. Вот, кстати, вот здесь бы мне шар бы очень сильно пригодился. Ой-ой-ой, пять оппонентов. Представляете, вот если бы у меня сейчас бы тут был бы шар, как бы жестко он бы залетел бы. Да, но, к сожалению, у меня его не было. Если бы эта скорость вылета шарика была бы быстрее, то я думаю, что этот шар был бы намного жестче. Я думаю, что он был бы намного жестче. Потому что когда я смотрел на обновление, да, и записывал видос в четверг, чисто теоретически, да, где читал информацию о том, что произошло, я сказал, что это буст ареса. Да, но вот этот вот замедлитель на запуск шара, ну, конечно, очень плохо сказывается. Потому что противник, который понимает, что ты хочешь сделать, и когда он видит, что уже сейчас будет вылетать шар, он, конечно, сразу же меняет траекторию и пытается уже как-то уйти от этого жесткого урончика. Поэтому, если в дальнейшем скорость вылета этого шарика станет быстрее, то я думаю, что мы увидим очень хороший корпус в действии. Потому что задумка с быстрым шаром это очень крутая тема. То есть, то, что он летит настолько быстро, жестко, это уже очень-очень круто. Так, мне бы где-то еще шарик запустить. У нас уже 48 точек. По ощущениям, мы должны уже выигрывать эту катку. противник там пытается захватывать какие-то боковые точки. Но, похоже, это уже все. У нас 4 под контролем. Ну и давайте я такой подбедный шарик не успел даже запустить. Победа есть. По пушке, что я скажу? То есть, ну вот, как бы мои очки, это... Ну, пушка. Пушка набила, да. То есть, арест как корпус, как тяжелый. Окей, крутой. С лавкачом реализация бомба. То есть, скорость, количество хп и маневренность со страйкером, да. То есть, за счет того, что это корпус, как бы, летающий, да. Получается, в сумме круто. В сумме круто. Овердрайв реализовать тяжело. Да, то есть, если, например, сравнить с мамонтом, то мамонт тут из тяжелых корпусов все-таки поинтереснее смотрится. И овердрайв реализовать будет попроще. Да, то есть, шар нужно дорабатывать. В моем случае. Ну, мне так кажется. Но это пока что еще не конечный результат. Мы давайте возьмем теперь вулкан, как я говорил. Возьмем вулкан, возьмем иммунитет от поджога. Вулканчик у нас будет с адреналинчиком. И теперь мы отправимся в ТДМ. Как я сказал, сейчас будем напукивать очень хороший урончик. И пробовать уже реализовать шар. Надеюсь, что получится очень эффективно это дело. Ну и надеюсь на то, что сейчас у нас будет небольшая карта. Потому что на большой карте будет все-таки потяжелее. Хотя, с другой стороны, может быть даже и лучше. Запустить шар будет. То есть, больше оппонента. Может, какую-нибудь линию хорошую найду я для себя. Поэтому сейчас посмотрим, что у нас будет. Но, в принципе, от маленькой карты я бы тоже не отказался. Оу, Вольфенштейн. Ну, здесь, кстати, линию найти будет довольно тяжело. О, кстати, есть еще одна очень крутая карта. Вот я вспомнил, где можно линию давать. Это Дюссельдор. Дюссельдор. То есть, когда вы там заезжаете с левого или с правого фланга на вражескую базу, там открывается суперская линия для того, чтобы пустить шар по всему респу оппонента. Да, то есть, и если там его запускать, я думаю, что стабильно, стабильно можно по два татуи там три-четыре кила давать за эту линию. Так, на Вулкан очень хорошо начинает накидывать урончик. В принципе, как и всегда. здесь ничего удивительного нету. И пока что все хорошо. Единственное, вот, начинаю уже задумываться о том, где я буду шар запускать. Потому что здесь вот та база, за которую мы играем, она была бы поприятней. Здесь хотя бы есть вот по всему респу вот такая вот линия, по которой можно пускать. А там у противника этой линии нету. Там есть поворотик. такой. Для Реса, конечно, этот поворот не самая лучшая тема, которая есть. Ну, давайте сейчас что-нибудь придумаем. все, здесь троечка, например, оппонента стояла, в линии. Нужно было бы, если было бы шар запустить сюда его. Но у меня пока что еще нету. Так, Тесла накидывает урончик у нас сверху. Неплохо, да? Хорошо. 5 киллов у меня уже есть. Ну, в принципе, даже, наверное, по тому верху можно запустить шар. Сейчас попробуем реализовать его как-нибудь. По идее, я сейчас доезжаю до вражеской базы и овердрайв у меня уже должен быть. Да. Это мы сейчас попробуем найти где-нибудь зону, куда можно будет запустить. Я, честно, не знаю по цифрам, какой овердрайв быстрее копится, мамонты или ареса. Вы, в принципе, в комментариях к этому видеоролику можете по этому поводу высказаться, написать. О, вот, кстати, сейчас очень круто было то, что я за счет шарика похилился, да, и плюс еще двоих убил. Это очень грамотно было. Да, то есть, но все равно нужно понимать, что на мамонте, например, бы так же само захилился бы. Да, то есть, без проблем. Сам ахил бы произошел бы. Поэтому здесь тоже такое. Кстати, можно было бы вообще еще бы и в регби реализовать вот эту вот замечательную комбину с аресом. Что-то как-то я вот не подумал о том, что можно было регби пикнуть. Ну ладно. Если вам будет интересен этот корпус, то, в принципе, я готов еще один видос записать в осаде и в регби. Так, какие-то молодые люди минируют одну точку. Так, давайте вот это у вас прикасольем. Там уже долит, нажимает. Ой-ой, мамонт опасный. Мамонт опасный хочет меня слить. Давай не будешь ты меня кушать, толстячок. Оп, хорошо. Акилы залетают просто как в сказочке. Прямо очень красиво. Прямо очень бомбически. И по вулкану, кстати, тоже есть одно устройство, которое можно использовать вместо адреналина, которое рикошетит от стенок. Мне кажется, что это устройство тоже сейчас довольно-таки актуально. Я хотя его, мне кажется, никогда в своей жизни не использовал, но, может быть, в ближайшее время я его затестирую. Затестирую, рассмотрю. Мне почему-то вот сейчас кажется, что оно тоже очень классно может себя показать, да, за счет этих рикошетов. Там могут быть хорошие тайминги сразу на какой-то внезапный урон по оппоненту, который даже не находится в твоем поле зрения. И, соответственно, ты можешь там даже по пятерочке очков дополнительно просто с этих типов получать, потому что ты просто там наваливал по какой-то стенке и там двадцатым рикошетом от стены по противнику урон залетел. Да, то есть, ну, это тоже хорошая такая темочка. Так, у меня есть шар, у меня есть шар, и на радаре я вижу одного противника. Ну, как одного? На одного на линии, я бы сказал. Хотя можно было бы там тоже пустить. Там как раз бы викинга шавду подстроился бы. Я бы еще бы хпшечки бы себе нахилил. по идее можно было пускать. По идее сейчас давайте просто, знаете, вот так залетим, да, если кто-то чуть-чуть заагрится, сразу просто шар пустим, дабы не было как в прошлой катке, что я потратил много времени и при этом все равно потом пустил шар на одного типа. Вот, например, так вот просто пускаем. Хорошо, двух зацепил, бомба, вообще классно. Плюс хпшки себе еще дал. Вообще классненько. И сейчас упорчик сразу на громчика. Вот так вот в наглую. Ледим. Хорошо, двух еще сбрили. Третьего. Хорошо, супер. Бомбочка. Единственный минус ловкача это то, что у вас пулдаун расходки, да, но за то, что вы очень быстро доходите до вражеского респа, это в принципе окупается, да, например, на таких тяжелых корпусах. Если вы будете ехать, например, на том же там бустере или на чем там защитнике, да, ну или даже вы будете использовать кризисы. На крейсе у вас, во-первых, одна расходка. На защитнике бустере вы будете очень долго добираться до вражеского респа, соответственно, вы теряете много времени, вы теряете тайминг на уничтожение противника и получение дополнительных очков. Соответственно, в этом компоненте уже ловкач смотрится намного интереснее и его реализация ну налицо будет лучше. Так, давайте вот этого молодого 58% овердрайва у шафта опять есть овер. Наверное, он меня его и пустит, да, запускает, но мы его все равно уничтожаем. Хорошо, хорошо, супер. Помочка. Пробуем еще накидывать здесь хотя бы чуть-чуть урончику. Ну и видите, маневренность, маневренность корпуса. У мамонта при всем моем уважении к этому корпусу маневренности такой нет. То есть здесь тоже нужно понимать, что это очень-очень хороший бустик. Ну и, например, на вулкане с мамонтом играть намного-намного тяжелее, чем играть на аресе. Да, то есть за счет того, что это летающий корпус и у вас всегда пушка направлена туда же, где корпус, здесь эта реализация работает максимально четко, эффективно и грамотно. Поэтому здесь, короче, 50 на 50. Так, вот есть два противника в линии, три противника в линии. Хорошо, запускаем. Вот единственный вот еще минус, хотя не понял, я думал, что сейчас, например, титана овер схавает мой шарик. И по идее он должен был его схавать, но почему-то не зацепило, не зацепило. и я еще и смог его схавать, мамонта под овердрайвом. Не, ну в принципе круто, конечно, но если бы он зачепился бы об этого мамонта, по идее, по идее он должен был скушать мой шарик, но как-то так повезло мне. 31 килл у нас за полбоя, очень неплохой результат, и к слову, реализация овердрайва в этом бою намного интереснее, намного интереснее, как ни странно. Блин, залагал толстый бобик, толстый бобик залагал, давайте объедем его тогда. Ну и УПшечка у меня, троечка тоже красиво. Троечка УП в такой катке. Я считаю, что это очень хороший результат. Да, при том, что, ну я бы не сказал, что здесь противник довольно слабый. Единственный вот, 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 минус, конкретный, конкретный минус. Вулкан контрится очень жестко страйкером с оглушением. И это, ну, наверное, самая больная вещь, которая вообще есть на данный период времени в игре. Да, поэтому, если против попадается страйкер с оглушением, я бы, наверное, на вашем месте даже бы менял бы иммунитет от поджога на иммунитет от оглушения, потому что он, если вот начнет реально персонально по вам работать, это просто ужас. Это невозможно играть. Ну, либо вам надо просто стараться не попадаться под него, да, стараться где-то уезжать чуть-чуть, да, сейвиться от этого замечательного страйкера, и тогда будет хорошо. Но это вообще жесткая имбища, которая может вас так сильно задезморалить, что вы уже потом особо и не захочете на этом вулкане играть. Да, вот сейчас он тоже меня, например, стопнул, и все. Да, у вас слетает сразу сводка, ну, вернее, не сводка, а ваш нанос урона, и это, конечно, грустно. Так, у меня есть шарик, и, к слову, да, вот, например, тоже я шар, если начну запускать, и он в этот тайминг мне даст оглушение, шар тоже не вылетит, да, то есть, тоже такая система неприятная. Овердрайв Хантера, да, так же само с топом этим страйкером, поэтому, такое неприятное чувство. Ну, если, например, идти вот так вот под паладином, то, наверное, и нормально, и нормально будет. Там, кстати, хорошая линия открывается. Давайте пробовать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, чуть вверх улетел шарик, но я как бы по двум оппонентам полторушки где-то или двушки накинул все-таки урона, но их не уничтожил. Урон залетел, но не хватило. Чуть-чуть неграмотно, то есть, здесь тоже, видите, на аресе решает грамотность запуска вашего шарика. Это тоже то, к чему нужно привыкать. Так, 40 килов, 40 килов за 10 минут. Ну, в принципе, наверное, неплохо, наверное, неплохо, но можно и лучше, можно и лучше стараться давать большее количество килов. Так, давайте, давайте, залетаем сюда вот на фармилочку и вот здесь вот сейчас на плюхинг конкретный. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, тру-ту-ту-ту-ту-ту, хорошо. И под мамонта я подставился, к сожалению, под мамонта. 7 килов осталось до конца. Скорее всего, я сейчас, как только доеду до вражеского респауна, скатка уже закончится. Если наши тиммейты Сейчас накинуть чуть-чуть урончика А может и не закончится, может я сейчас еще Успею доехать и покидать Неплохо урона Быть может Один килл как минимум уже дал Не, ну я доеду, уже точно закончится Да, все, один килл Один киллчик И даже, наверное, нет, даже я Его и не успел сделать Но 4000, 4000 для Для ТДМки, которая В принципе заканчивается за срочкой Троечка УП, но Ареса Вулкан, как всегда, конечно, эффективен Подытожим Подытожим Ареса Овер Стал интереснее За счет дополнительной скорости Мне кажется, можно Поинтереснее Его реализовывать Да, вы теперь не сможете Так четко и эффективно Ехать вместе со Своим шариком Но Моменты При которых Вы можете Уничтожить Оппонента Своим шаром Все-таки Становится Больше Да Но я бы На месте Разработчиков Доработал бы Компонент Запуска Шарика То есть Он довольно Долгий Да, то есть С таким запуском Шара Ну довольно тяжело Его реализовать Да, то есть Противник все-таки Который понимает Что вы хотите сделать Он будет всегда Стараться Уворачиваться От вашего Овердрайва И за счет этого Ну реализация Шарика Сразу становится Меньше Да, и если бы я Например Сравнил бы Ареса И сравнил бы Мамонта То я бы все-таки Наверное Отдавал бы Своё предпочтение Мамонту Да, то есть Мамонт На данный период Времени Смотрится Как тяжелый корпус Интереснее Чем Арес Хотя И Арес По маневренности По Реализации Интересных Комбинаций Все равно Тоже Очень И очень Крутой Если Например Сравнить с Титаном То Арес 100% Лучше Чем Титан Как-то так Друзья Пишите Что вы думаете По поводу Нового Ареса Если вы его тестировали То Как он вам вообще Понравился Не понравился Стал он лучше Эффективнее Или Наоборот Тот Шарик Более медленный С которым Можно было ехать Вместе И говорить Йоу-йо Чил-чил-чил Я полная ХПшечка И у меня все отлично Он был для вас Интересней Да То есть Было бы интересно Вот этот вот Моментик От вас Узнать Поддерживайте Обязательно Видос Лайком Подписывайтесь На канал Если вы еще Вдруг не подписаны Ну и также Не забывайте О том Что у нас Есть Замечательный Тег Создателя Контента А именно Мой личный Тег Тимп Если вы Если вы Указываете Сначала После чего Производите Покупочку В магазине На Покупку Танкойнов Либо там Премки Либо каких-то Спецпаков За Денюшки Да То Вы Можете Принять Участие Сразу В розыгрыше На Миллион Кристаллов И на 30 тысяч Танкойнов Кэшбэкнуть Себе Какие-то Монеты И В принципе Поучаствовать Вот в таком Интересном Розыгрыше В описании Ссылочка На розыгрыш Есть Да И там Тоже Подробная Информация Имеется Но у меня Друзья На этом Все Всем Друзья Спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока Пока